Сегодня у христиан страстная пятница. В этот день верующие вспоминают страдания Христа, которые он принял на кресте. А в Иерусалиме традиционно организовывают шествие по крестному пути. Вместе с украинскими паломниками шел и наш корреспондент Сергей Ауслендер. Группы паломников из Европы и Америки, Австралии и Африки, сменяя друг друга, движутся по крестному пути. Украинская группа многочисленная. Люди приехали со всей страны. Есть из Луганска, Киева, Харькова, Одессы. Совсем молодые и очень пожилые. Все идут по пути, который спаситель прошел один раз. Тысячи лет назад. Меры безопасности беспрецедентные. Такое скопление людей, чреватое атаками террористов и обыкновенной давкой. Поэтому на каждом углу старого города блокпосты, солдаты, полицейский спецназ, кинологи, снайперы. 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов сосредоточены в столице. Полицейские работают по сменам минимум 12 часов, рабочий день. Работает не только Иерусалимская полиция, работает полиция со всех округов. Интересно, о чем думают все эти люди в таком количестве, собравшиеся на площадях и улочках старого города? Чего хотят, о чем просят Господа? Каких чудес ждут от него в эти пасхальные дни? С украинцами все понятно. У них все молитвы о мире. Паломники жалуются, мол, в старом городе сегодня не протолкнутся. Да это они еще не представляют себе, что здесь будет твориться завтра. По данным израильской полиции, на схождении благодатного огня будут присутствовать около 100 тысяч человек. Конечно, большинство из них в храм не попадет, они останутся снаружи. Но после того, как огонь сойдет, он в считанные минуты распространится по всему Иерусалиму. В хорошем, конечно, смысле. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.